посмотрите мои хорошие красота нежность и прелесть так приятно получить такой букет я даже его не стала разворачивать раскрывать пусть постоит немножко так мои хорошие сегодня я пеку пирог всем доброе утро пеку пирог первый раз так что посмотрим что у меня получится вот мое произведение мое кулинарное творчество на высшем уровне шучу конечно получился пирог или лепешка он был высокий и поднялся а потом должен был опуститься в общем-то получился невысокий из чего я его пекла первый раз я попробовала и немножечко конечно добавила свое здесь у меня сметана яйца соль натертый сыр зеленый лук и лаваш лаваш я порезала тоненькими полосками все это перемешала смазала форму и выпекала получился он такой золотой не знаю передается свет или нет ароматный конечно сыром луком пахнет лавашом наверное сейчас он остынет и я его порежу как мы его назовем пирог или лепешка из лаваша сыром и зеленым луком получилось я попробовала маленький кусочек крошечку-хаврошечку перед тем как предлагать моим мужчинам что я вам могу сказать любителям сыра с зеленым луком просто замечательно сейчас я вам покажу он конечно тоненький в разрезе внутри мягкий сверху хрустящий и в общем то я ничего менять в этом рецепте не буду и конечно же когда-нибудь испеку еще возможно с другой начинкой но это мне очень понравилось и думаю что моим мужчинам будет тоже вкусненько конечно же нужно пробовать печь нужно экспериментировать и если действительно очень вкусно я оставляю себе этот рецепт а если попробовали и ну вкусно тогда я его не повторяю и еще мои хорошие я люблю рецепты быстрые где все перемешивается выкладывается такие ленивые рецепты и конечно же чтобы это было вкусно я не умею печь красивые тортики пирожные я больше по простой домашней выпечки все мои мужчины заняты делами володюшка сидит у компьютера в наушниках он меня не слышит не видит бумажные дела тоже нужно делать а я а я пойду делать свои дела осень 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 сегодня с утра моросит дождь потом нет дождя потом опять дождь так что прекрасная капризная осень делает то что хочет с деревьев начали опадать листья но наша ивушка стоит еще в листве наверное с первым морозом все упадет что я вам хочу сказать по такой погоде никуда не хочется выбираться не знаю почему дома тоже замечательно тепло и уютно и наш япаниши агурн японский клен сбрасывает листья левушка наш хозяин защитник дома услышал лай собак и уже у ворот звездочка наша золотой мальчишка вот он мальчишка мальчишка с мамой мальчишка любовка мальчишка с мамой осень капризная и опять сменилось настроение осени выглянуло солнышко но у нас уже другие планы и мы остаемся дома дома тепло дома уютно мужчины мои за компьютерами занимаются работают и у меня тоже есть дела я сейчас выходила на улицу и видела наших новых соседей хочу рассказать тем кто не знает есть новенькие в соседнем доме в желтом доме жили альбрыш и эльвира альбрыш умер шесть лет назад а эльвира в апреле месяце этого года двадцать лет мы жили рядом это было знакомство это было хорошее соседство которое переросло в крепкую дружбу ну в общем у них четверо детей и конечно же этот дом был поставлен на продажу и дети эльвира нам об этом говорили мы знали 1 ноября нам сказали что будут вселяться новые соседи новые хозяева я их как-то не видела или видела издалека знаем только что это семья где взрослые дети родители это двухфамильный дом и вот они вселяются или будут делать ремонт я ничего не знаю и сейчас я на участке на эльвире нам потому что он у нас за заборами я все это вижу прошли две женщины я про себя думаю на участке альбрыш и эльвиры ходят чужие люди да нет они не чужие это новые хозяева и вы знаете я была на улице я была на свежем воздухе и как-то так за дело мне не стало хватать воздуха я его просто глотала я все понимаю умом и сердцем что это нормальное явление что кто-то умирает и потом дома продаются но струны души задело это как-то ну такой момент такое чувство у меня появилось мы улыбнулись сказали халю и они прошли мимо грустинка и печалька хорошо что мы решили делать раз мы никуда не выезжаем я сегодня думала что я буду делать макароны запеканку из макарон с фаршем пирог я уже испекла не хочу сказать что переложила его на маленькую тарелочку потому что мои попробовали покушали и одобрили то есть этот пирог это лепешка у нас при живутся вот что я хочу сказать а разве можно ну иногда такое у нас бывает как же ты себя ведешь а посмотри на тебя смотрят скажу вот так лежка на стол залазит он не хочет этого пирога ему все предлагает ему все просто нужно понюхать так что ты меня не подводи ты уже веди себя хорошо несколько минут и я передумала делать макароны потому что есть время есть настроение есть желание и я буду делать манты все-таки это вкусное вкусное блюдо что может быть вкуснее мант только манты я уже приготовила фарш порезала лук мочу нож под водой мочу луковицу под водой и все равно реву отчасти и чихаю ну что мои хорошие буду приступать буду лепить манты единственное чтобы мне сегодня хотелось раз уже у меня действительно время как-то их по-другому налепить не так как я люблю обычно я имею в виду в виду форму лепки как-то по-другому ну я еще подумаю и вам покажу так что приступаю к мантам думала я думала мои хорошие как же мне сегодня налепить манты какую-нибудь новую лепку ну я знаю пару штук и что я сделала сейчас вам покажу вот они манты пельмени толстенькие пышненькие сидят на попках и вы знаете посмотрела я на них и вспомнила старый анекдот слон в муке вывалился смотрит на себя в зеркало и говорит ничего себе пельмешек вот и у меня такие сейчас поставлю воду вода закипит и будем варить всего вам самого-самого-самого доброго я вас обнимаю чус пока